Всем привет! В этом видео я бы хотела рассказать о кар-шеринге в Ванкувере и окрестностях. У нас здесь недалеко от работы стоянка одного из таких сервисов под названием ИВО. Кроме того, я прочитала, что Ванкувер является столицей кар-шеринга во всей Северной Америке. То есть здесь больше всего используют этот сервис, поэтому было бы интересно поделиться. В общем, всего 4 компании на данный момент, занимающиеся этим сервисом. Но больше всего я буду рассказывать об ИВО, потому что, мне кажется, она самая большая, и ее я видела также в Бернаби немного, стоянок, и она есть в Нью-Вестминстере. Сколько же это стоит и что нужно для этого сделать? Окей, кар-шеринг – это когда вы берете машину как бы на прокат, платите либо поминутно, либо почасово, либо за день. Но это отличается от обычной прокатной машины тем, что это не требует участия каких-то специалистов, людей. То есть вы делаете все через приложение. Вот первое. И второе – это эти стоянки, где можно взять машину, они расположены по всему городу. То есть не нужно приезжать в определенное место. Вот это очень удобно. Вот. И вы можете поехать в одно место, взять машину в одном месте, потом поехать в другое место и оставить машину в этом другом месте на специализированном паркинге. Но все по порядку. Для начала вам нужно зарегистрироваться. При регистрации вы предоставляете данные себе, данные своего водительского удостоверения, платите взнос за регистрацию. Вот. И в принципе все. А, данные кредитной карточки, конечно, самое важное. Вот. Вот. Дальше вы находите машину на онлайн-карте в том районе, который ближе всего к вам, который вам нужен. Вот. Подходите. С помощью приложения вы можете разблокировать, открыть машину. Далее вам нужно ее будет осмотреть. Это очень важный момент, потому что если кто-то перед этим повредил эту машину, и вы не выявите повреждения, либо какие-то вопросы с чистотой машины, то тогда это все могут повесить на вас и снимут деньги с вашей кредитной карточки. Вот. Если все нормально, вы садитесь, ключ не нужен, машина заводится с кнопочки. И едете. Вы можете ездить по всей Канаде с помощью сервиса Ива. Вот. Машину можно оставлять на бесплатных парковках, ну, либо же на платных, но платить. Либо есть специальные парковки, на которых обозначена Ива, они бесплатные для этих машин. Вот. Самое главное условие это то, что начало поездки и конец поездки должен быть, так сказать, в хоум зон. Хоум зон это, например, вот весь Ванкувер. Один из основных вопросов, сколько же это стоит. Вот их тарифы. Хочу сказать, что в тарифы включен бензин, страховка и паркинг в определенных местах. Вот. За минуту вы будете тратить 41 цент, за час 15 долларов и за день 90 долларов. Эти суммы будут сниматься с вашей карточки, которую вы указывали при регистрации. В зависимости от того, что будет выгоднее. Если вы 5 минут потратили, то будет минутная тарификация выгоднее. Если несколько часов, то часовая. Вот. И так далее. Вот. И чтобы зарегистрироваться на этом сервисе, вам нужно будет заплатить единоразово 35 долларов. И плюс еще 2 доллара, и плюс налоги. Вот. И в их страховку входит... Ну, как бы есть страховка, но франшиза, то есть та сумма, которая вычитается и платится вами, это 1000 долларов. Это в случае аварии, ну, либо в любом страховом случае. Вот так вот. Парковок с машинами достаточно много. Особенно мы видим, как много их в Ванкувере. Цифры это количество парковок. То есть, если увеличить, то мы увидим, например, 4. Это еще 4, как бы, места. То есть, за машиной идти далеко не нужно. И, в принципе, не нужно долго искать потом место, где оставить машину. Есть еще сервис под названием Zipcar. Вот. Отличие состоит в том, что Zipcar, он по всему миру. Не только по Канаде, в отличие от Evo. Далее, здесь есть ежемесячная плата, 7 долларов в месяц. Независимо от того, пользуетесь вы или не пользуетесь, плата будет взыматься. И вот такие вот цены на машины. Вот тоже самая страховка включена, парковка в определенных местах. Вот. Но минус этого сервиса еще состоит в том, что меньше мест, где можно взять эти автомобили. Помимо сервиса Evo и Zipcar, есть еще два сервиса каршеринга в Ванкувере. Это Car2Go. Вот. Он тоже не только в Канаде, то есть по всему миру. Цены. Цены примерно, на мой взгляд, плюс-минус одинаковые. Вот. И последний сервис – это сервис мода. Сервис мода отличается тем, что вам нужно вернуть машину в то же место, где вы ее и взяли. Вот. И еще я хотела упомянуть о такой площадке, как PopRide. Вот. Это типа вот у нас, вот как в Украине было BlaBlaCar. А еще какие-то, когда вы куда-то едете, у вас есть пустые места в машине, то вы на этой площадке сообщаете об этом, и кто-то может за определенную стоимость выкупить это место и поехать с вами. Таким образом и вам выгодно, и этому человеку выгодно. Вот. И также можно и найти там, если вам нужно куда-то поехать, это в основном между городами. Вот. Ванкувер там Сквомиш, Ванкувер Вистлер и другие. Вот. Это что касается кардшеринга. И кроме того, я думаю, в этом видео тоже стоит упомянуть байкшеринг. Здесь он представлен вот этой вот компанией, Mobish at Show. Вот. И можно брать велосипеды на какие-то короткие поездки. Это очень удобно. Вот такие цены. 12 долларов на 24 часа. Но каждая отдельная поездка должна быть не более 30 минут, иначе будете платить еще дополнительно. Вот. 6 долларов. Каждые дополнительные 30 минут. То есть нужно как бы назад ставить. Вот. Это предложение для Майя. Ну, и тут также есть пакеты на 30 дней. Тоже со своими условиями. Тоже по 30 минут на год. Вот. Такое. Но что мне еще хотелось сказать, что вот везде даже все вот эти вот сервисы, они больше распространены в самом городе Ванкувер. Вот я открыла вот сейчас байкшеринг, да. Это вот Ванкувер. Если мы дальше идем, вот Бернаби, Нью-Вестминстер. Ну, то есть здесь нет байкшеринга. И то же самое касается и всех других сервисов, кроме Иво. Иво также очень много в Нью-Вестминстере. Есть парочку в Бернаби, но количество не сравнить с тем, что есть в Ванкувере. То есть каршеринг в данном, в данной локации все-таки больше направлен на жителей самого Ванкувера. Пожалуй, это все. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока.